Серьезные работы по благоустройству в последние годы развернулись во многих городах по всей России. И речь не обязательно идет о мегаполисах. Немалые средства инвестируются в парки и цветники, фонтаны и уголки отдыха. Эффективное благоустройство, конечно, стоит недешево, но преображение городских, да и сельских пространств происходит прямо на глазах. И в этом трудно переоценить роль самих жителей. В нашем муниципалитете есть чем гордиться в плане благоустройства не только в городе, но и в сельских поселениях. Очень способствуют этому развитию сами славянцы. Их активность поощряется ежегодным конкурсом «Самая благоустроенная территория Славянского района». В нынешнем году уже ставший традиционным конкурс собрал 60 участников. Все они достойны самых теплых слов благодарности. В номинации «Лучший благоустроенный двор» были определены два победителя. Домовладение семьи Шмаковых в станице Петровской и Любови Шевченко в Славянске-на-Кубани. 48 лет проживает семья Анатолия и Веры Шмаковых в станице Петровской по улице Чапаева, 115. За это время они смогли превратить не только свой двор, но и всю окружающую территорию, как говорится, в цветущий сад. Глаз радуется, когда находишься в этом месте. В трудолюбивой семье забота о том, чтобы все было уютно и красиво, возведена в закон. Мы заняли первое место в районе. Мы этого не ждали, но очень обрадовались, что люди нас оценили. Спасибо всем. Помогают нам дочки и внуки в этом высаживают, поливают все. Делаем все, чтобы было красиво, чтобы станица процветала наша для людей, для себя. Самые активные в плане благоустройства домовладельцы поддерживаются администрацией сельского поселения и квартальными. Мы очень благодарны, что есть в районе такие конкурсы, с которыми жители стремятся, домовую территорию приводят в порядке. На моем ТОСе очень много домовладений, которые заняли не в этом году, а в прошлые годы. Очень много домов образцового порядка. Домовладение Любови Шевченко в Славянске-на-Кубани по улице Победы 389 уже не впервые отмечается в конкурсе и известно в районном центре очень многим. Благодаря своему внешнему виду оно буквально утопает в цветах. Все здесь сделано с большой любовью и служит примером рачительного и умелого хозяйствования. Я люблю красоту, люблю цветы и хотим, чтобы наш дом был самый красивый в городе. Ну, вроде как бы получается, для себя делаем, для души. Ну, люди едут, любуются, останавливаются, фотографируются. Тоже интервью от нас берут, как вы это все выращиваете. Поэтому, ну, что еще можно сказать. Вот у нас крестьянский дворик, потому что я когда-то жила в футаре, и вот как бы в душе это все осталось от матери, от родителей. В номинации «Лучший подъезд» победили жители подъезда номер 2 дома на улице Набережной 32 в поселке Забойском. Галина Ищенко, председатель товарищества собственников жилья, рассказала о том, что благодаря госпрограммам удалось заменить крышу, электропроводку, двери в подъезде. Дальнейшее благоустройство делается на средства проживающих и с помощью их усилий. Своими взносами, своими руками. Поменяли плиточку, сделали в подъездах. Возле подъезда сделали плиточку, там, ну, что-то вокруг улучшаем, там, где-то что-то поменять, даже те же ящики, там, что-то подбелить, что-то подкрасить, цоколь поремонтировать, где-то что-то. Ну, нам для этого, в принципе, хватает тех денег, которые мы собираем. Ресторан-пекарня «Грильяж» по адресу город Славянск на Кубани, улица Дзержинского, 233, одержал победу в номинации «Лучшая благоустроенная территория предприятия, учреждения, организации». «Грильяж» работает не так давно, но уже успел не только зарекомендовать себя с лучшей стороны, но и стать любимым местом для горожан и гостей города благодаря атмосфере красоты и уюта. «В нашем городе очень много красивых мест. Мы стремимся сделать внешний вид нашего заведения соответствующим с ними, для того, чтобы мы радовали наших гостей не только красотой и вкусом наших блюд и напитков, но и также благоустройством прилегающей территории. На нашей террасе мы стремились уделить особое внимание озеленению, так как считаем, что много зелени создает более уютную атмосферу для отдыха». Конкурсная комиссия отдельно отметила территорию домовладения по улице Раздольной 2 в поселке Рисовом. Юлия Река вместе с мужем на собственные средства и своими руками обустроили на придомовой территории детскую площадку. Получилось замечательное место для отдыха детворы, очень у нее популярное. «Сделали освещение, качели, песочница у нас, стол игровой, баскетбольное кольцо. Дети здесь проводят больше своего времени. Летом здесь у нас очень много было детей. Все катались, играли. Ну, сейчас школа пошла, поменьше детей. Ну, все равно вечерами очень много детей, до 20 человек собирается». В планах есть озеленение площадки. Вот такие неравнодушные, творческие, активные люди с золотыми руками украшают свои дома и прилегающие территории, а значит, улучшают благоустройство и повышают комфортность проживания в городском и сельских поселениях. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».